Белые ночи Легенда футбола и самый титулованный российский тренер по числу выигранных медалей и кубков за всю историю. Имя Валерия Газаева – синоним побед для миллионов наших футбольных болельщиков. Но были в его жизни проигрыши, которые он переживает до сих пор. Как Вера помогает преодолеть неудачи и падения? Смог ли он смириться со смертью своего ребенка? И в какой храм заслуженный тренер приводит своих футболистов? Можно я на вас посмотрю? Конечно. Да. Так. У вас очень густые брови. Нос прямой. И еще. У вас очень широкие плечи. Это видно сразу, что вы спортом занимаетесь. И то, что спортивное у вас прошлое такое. Ну, было. А мне кажется, у вас серо-голубые глаза почему-то. Ну, ладно. Я сам не знаю, какой ответ. Нет, не угадала? Нет, угадала, конечно. Угадала? Чуть-чуть с зеленоватым оттенком. Вот, я так и думала, только почему-то постеснялась сказать. И еще у вас волосы такие темно-каштановые. Ну, уже седые почти. Да? Уже седина пробивает, конечно. Серебро. Серебро, да. Да. А еще мне кажется, что вы очень стойкий человек. И у вас очень сильная воля и доброе сердце. И благодаря этому вы очень многого всегда добиваетесь, помогаете людям. Спасибо. Предлагаю вам присесть и начать интервью. И, конечно, для меня это была большая мотивация, стимул. Тем более выступать на Олимпиаде. Для нас это было, я вам могу сказать совершенно откровенно, душевное потрясение. Это было, ну, на уровне, наверное, катастрофы, я бы сказал. Без веры вообще жить нельзя. Кого-то винить, я думаю, что, наверное, нет никакого смысла, потому что винить надо только самих себя. Валерий Георгиевич, вы самый титулованный отечественный футбольный тренер. И вашим именем даже названа улица в одном из городов. А вы были на ней? Какое ощущение? Конечно, был это в Цхинвале. Названа улица моим именем. Я хочу поблагодарить тех, кто посчитал нужным назвать улицу моим именем. Конечно, был, гулял по этой улице. Вам было приятно? Конечно, было приятно, что оценили. Наверное, есть в этом и какая-то ответственность. Вот, в первую очередь, моя. Ну и, конечно, благодарен этим людям, которые посчитали это сделать. Главным событием в вашей жизни вы все-таки называете рождение сына. Конечно, это невероятное ощущение. В каком это году? Первое. Ну, дело в том, что все-таки это уже и ответственность. Потом, конечно, особенно я действительно очень хотел, чтобы первый был сын. И когда родился Владимир, то, конечно, был счастлив. Кстати, это было накануне Олимпиады. Буквально за неделю до начала Олимпийских игр, которые проходили в Москве в 1980 году. И, конечно, для меня это была большая мотивация, стимул. Тем более выступать на Олимпиаде. Поэтому, в целом, конечно, были приятные минуты. Первый сын. И, конечно, хотелось бы все-таки и действительно вот с такими эмоциями выступить достаточно удачно на Олимпийских играх. Вы ведь хотели золото выиграть ради сына. Не я хотел, а вся команда хотела выиграть золото. И действительно, мы очень старались. И вообще никто не сомневался, что мы станем Олимпийскими чемпионами. Тем более, Олимпиада проходила в Москве, у нас на родине. И, конечно, все делали. Но, к сожалению, в полуфинале проиграли сборной Германии. И стали только бронзовыми призерами. Для нас это было, я вам могу сказать совершенно откровенно, душевное потрясение. Потому что никто не ожидал такого результата. Все надеялись. И мы, в первую очередь, тренеры, игроки, болельщики. И что мы станем Олимпийскими чемпионами. Но, к сожалению, это не произошло. Это было, ну, на уровне, наверное, катастрофы, я бы сказал. Потому что настолько это было. Мы были потрясены. Потому что хотели порадовать своих болельщиков, родных, близких. Но, к сожалению, вот такая спортивная судьба. Ну, все спортсмены когда-то проходили через это. В спорте никто ведь не застрахован от поражений. А вы кого-нибудь винили за тот проигрыш? Я согласен, что в спорте есть и поражения, и победы. Но этот матч мы не должны были проиграть. Вот как раз на Олимпиаде мы должны были стать Олимпийскими чемпионами. Но, к сожалению, еще раз я говорю. Кого-то винить, я думаю, что, наверное, нет никакого смысла. Потому что винить надо только самих себя. Это наша проблема. Это проблема тренеров, проблема игроков. Конечно, мы хотели принести большую победу для нашей страны. Но, к сожалению, не получилось. И поверьте, что по сей день каждый... Я встречаю своих коллег, друзей, товарищей. И мы, конечно, вспоминаем. И не хочется вспоминать это. Но, тем не менее, все-таки это история. Поэтому очень переживаем. Поэтому считаю, что что-то нам не хватило. И, конечно, мы анализировали все это. Но это уже все в прошлом. И я хочу пожелать будущим нашим молодым олимпийцам, чтобы они не попадали в такую ситуацию. А действительно, Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы... Это очень важное мероприятие в жизни каждого спортсмена. Потому что все-таки прилагают очень большие усилия. Очень много тренируются. И чтобы их дорога была более счастливая. Во всех клубах, командах, где я играл, и где особенно работал тренером, конечно, всегда ставили только максимальные задачи. Задача была передо мной стояла, как перед руководителем, обязательно добиться самого большого успеха. То есть первое место. Второе место – это как все остальные. То есть мотивация должна быть у спортсменов, у игроков именно такая. Особенно, еще раз повторяю, у талантливых спортсменов во всех видах спорта. У вас замечательная семья, жена, трое детей. Но ведь могло быть четверо. А первая дочь умерла, она не прожив неделю, к сожалению. К сожалению, да, это было в 78-м году, в 1978-м году. Родилась, неделю пожила, и, к сожалению, ушла из жизни. Для нас, конечно, это была трагедия супруга. Это первый ребенок. Поэтому, конечно, переживали, но очень тяжело. Но, тем не менее, все-таки вселили веру в друг друга, и в итоге, так сказать, все прошло нормально. Поэтому... Вера вас поддерживала? Вера вас поддерживала? Вера, безусловно, конечно. Без веры вообще жить нельзя. Человек должен верить. Вообще без веры жить невозможно. А верность, она должна быть просто по определению. Какие золотые слова. А ваши дети крещены? Да. А как вы им выбирали имена? Ребят мы покрестили в 5-6 лет, когда им было. А дочку в 12 лет. А имена выбирали Владимир. Всегда же все хотят выбирать самые красивые имена. Владимир владеет миром. Аслан – это в переводе лев. А Виктория – это девочка, это победа. Поэтому вот какое-то вот такое словосочетание. В советское время не каждый мог себе это позволить в силу каких-то обстоятельств, политической ситуации и так далее. Мы жили на окраине города Орженикидзе. И район был не очень, будем говорить, благополучный. Если бы я не занимался спортом, то, наверное, у меня жизнь сложилась бы по-другому. Любому талантливому человеку нужно еще трудолюбие. Валерий Георгиевич, у меня вот такой вопрос есть к вам. Однажды на прямой линии с президентом вы пожелали Владимиру Владимировичу покровительства святого Георгия. А почему именно этого святого? Вообще, в традициях хостинского народа желают хорошим людям Божьего благословения, счастливой дороги, а именно святой Георгии. Это самый почитаемый святой хостинского народа, который покровитель воинов и путников. Поэтому пожелал президенту, который всегда находится в движении, Божьего благословения, хорошей дороги и крепкого здоровья. И то же самое желаю и вам сегодня, и желаю всем хорошим людям, которые трудятся на благо своей страны, своей семьи и своего народа. Вы сами очень почитаете святого Георгия Победоносца. А икона у вас дома есть? Конечно, и икона есть. Действительно, самый почитаемый святой хостинского народа – это святой Георгий, покровитель, как я уже говорил, воинов, путников. И, конечно, самый большой праздник хостинского народа бывает в конце ноября, последней недели ноября, когда мы празднуем праздник святого Георгия. Это очень важный праздник. Без веры жить вообще нельзя, потому что, если мы не будем верить во что-то светлое, хорошее и красивое, конечно, жить будет очень сложно. Поэтому и своих детей, и своих внуков вот сегодня я передаю традиции, традиции своего народа, чтобы честно трудились на благо своей семьи, в первую очередь, своей страны. Это очень важно. А в детстве вы посещали храм? Ну, храм в детстве не посещал, но то, что мои родители были верующие. Могу вам сказать, что каждое воскресенье мама пекла пироги, потому что воскресенье дословно, если перевести на ситинский язык, это день Бога. Ух ты! Да, хусаубон, осетинский хусаубон, это день Бога. Поэтому в этот день всегда во всех домах осетинских пекут три пирога, каждое воскресенье. И молятся Господу Богу, просят у него здоровья, счастья, благополучия, абсолютно земных таких радостей, которые необходимы для жизни человека. А вы помните, как вы начали ходить осознанно в храм? Когда вы тогда пришли в первый раз? Ну, в храм я пришел, наверное, если говорить, вот все-таки, когда в профессиональной деятельности. Я в детстве, у меня мама водила, я смутно помню это. А когда уже сам, значит, это уже где-то примерно где-то 16-17 лет. Вот, когда занялся профессиональной деятельностью, то, конечно, уже чаще стал ходить в храм, значит, в осетинскую церковь. Это были такие, ну, естественно, когда ты ходишь в храм, в церковь в советское время, не каждый мог себе это позволить в силу каких-то обстоятельств, политической ситуации и так далее. Вот, но тем не менее, значит, все-таки мы, а тем более, так сказать, когда ты занялся профессиональной деятельностью спортивной, конечно, я ходил и в церковь, не стеснялся и просил удачи в спорте, в жизни. Не так всегда это было, но когда шел мимо церкви, обязательно заходил, ставил свечки, просил Господа, чтобы он помогал мне, моим близким, мне им родным, в моей профессиональной деятельности и так далее. Валерий Георгиевич, хочу немного поговорить о вашем детстве. Когда вам был всего один годик, ваши родители предоставили вам на выбор несколько вещей, и вы выбрали мячик. Что это за традиция такая? Это даже не скажу, что традиция, это, наверное, скорее всего, обычаи. Когда исполняется один год ребенку, значит, собирают игрушки, особенно мальчику, собирают игрушки, ну, раньше особых таких игрушек-то не было, там, ручку, допустим, тетрадь, какую-то маленькую игрушку, значит, и как-то складывают их так в уголку, значит, и ребенка пускают, чтобы он взял какую-то игрушку, или это будет, там, мишка или еще что-то, вот. Но в самом углу закатился маленький мячик, ну, скорее всего, это, наверное, был теннисный мячик, вот. Я так пополз, все-таки еще год еще не очень хорошо ходил, значит, и все игрушки так убрал в сторону, значит, и взял этот мячик, сел и стал рассматривать его. Маленький мячик. Вот судьба меня свела и с круглым мячом. Это было очень символично. Да. Так что? Ваш отец был борцом, он спортсменом был. А он надобрил ваш выбор футболу? Ну, наверное, он хотел, чтобы я стал борцом, вот, но, тем не менее, все-таки футбол, значит, победил, и, наоборот, он поощрял. Вообще у нас в Осетии борьба очень популярный вид спорта, один из самых популярных видов спорта, вот. Но, тем не менее, я занимался футболом, и, наоборот, он поощрял это, вот, и за это я его благодарю. Мама была против. Главное, чтобы я учился в школе хорошо, но, и, конечно, тогда занимался спортом. Но, тем не менее, значит, успевал и учиться, и заниматься в детской спортивной школе. Вы как-то признались, что если бы не футбол, то, скорее всего, оказались бы за решеткой, потому что детство у вас было, ну, лихое. Ну, можно сказать, что все-таки мы жили на окраине города Орженикидзе, и район был не очень, будем говорить, благополучный. Много было сложностей, трудностей, и все-таки больше мы были и воспитывались все-таки на улице. Действительно, если бы я не занимался спортом, то, наверное, у меня жизнь сложилась бы по-другому. Потому что привычки, значит, воспитание улицы, оно всегда влияет на формирование молодого человека. Но, тем не менее, значит, мне удалось все-таки занятиям спорта, и, конечно, я любил этот вид спорта, и тренер все время подчеркал, что нельзя ни курить, ни пить, нельзя заниматься вредными привычками. Конечно, вот это всегда вселяло в меня, ну, и тем более у меня складывалась она достаточно неплохо. Вот, и лидирующие такие позиции всегда занимал и в детской футбольной школе, и на улице. Поэтому это послужило, что все-таки спорт очень многое мне дал с точки зрения формирования как личности, характер, лидерские качества. Вообще, если ты чем-то занимаешься, то должен любить это. И любить действительно фанатично, быть предан этому виду спорта, вот тогда, наверное, что-то получится из тебя. И потом любому талантливому человеку нужно еще трудолюбие. Если ты не будешь трудиться, не будешь вкалывать, то очень сложно добиться каких-то успехов. Регина, ты это хорошо знаешь. Если ты не тренируешься, то нет успехов, нет побед. То же самое, так сказать, в любом виде спорта. Это очень важно. Вот, и эти традиции сохранились и по сей день. Конечно, потеря близких людей – это огромная катастрофа. Конечно, молюсь. Я молюсь каждое утро. И я, и супруга с большим удовольствием это сделали. И с большой ответственностью, надо сказать. От Назарета до Иерусалима проехал весь путь. Валерий Георгиевич, вы говорите, что одним из самых тяжелых ваших событий в жизни – это была смерть вашего отца. Вам было тогда 29 лет. Вы уже были знаменитым футболистом. Ну, конечно, очень тяжело терять близких людей. Особенно отцу моему было 53 года, когда он умер, к сожалению, к великому практически молодому возрасте. Ну, что, конечно, это невосполнимая потеря. Я из трех братьев стал старше был. И поэтому, естественно, для меня уже совсем другая ответственность – помощь братьям, помощь маме моей. Но уже у меня совсем другая ответственность и другие обязательства стали. Почти 15 лет назад не стало вашего брата, Руслана. Он спешил в аэропорт встречать вас и погиб в автокатастрофе. Каким он был? Вы часто о нем вспоминаете? У меня, к сожалению, и младший. Руслан – это средний наш мой брат был. А еще был Игорь, младший брат. К сожалению, он тоже ушел из жизни по болезни. Конечно, потеря близких людей – это огромная катастрофа. Но это невосполнимые вещи. И сегодня я только могу проходить на кладбище, приносить свежие цветы. И надеюсь, что на том свете они достаточно сложно это говорить. И никогда человек не смирится с потерей близких людей, потому что ты никогда не будешь слышать ни их голос. И все время человек думает, что что-то ты не сделал такое. Может быть, здесь надо было что-то помочь, здесь надо было еще какие-то добрые слова сказать. Но, к сожалению, вот так жизнь распорядилась, что потерял и среднего, и младшего брата. Вы молитесь о них? Конечно, молюсь. Я молюсь каждое утро. В этом году будет юбилей вашей семейной жизни. Это 45 лет. Такая дата. Но повенчались вы с женой не так давно. Расскажите, что вас подтолкнуло к этому? После совместной 30-летней жизни мы решили повенчаться. Брак и свершается на небесах. Поэтому пришли в Знаменскую церковь, которая была построена в 1690 году. А это где было? В Москве? В Москве, да. Это было в Москве. И повенчались. Ну, естественно, решили, что достаточно хорошо друг друга узнали после 30-летней жизни совместной. Ну, а теперь будем жить вместе, помогать нашим детям, внукам. Вот. И сколько Бог позволит нам жить, будем жить уже вместе, доживать. А кто был инициатором? Вы или супруга? Я думаю, что мы оба. Но это было сложное решение для вас? Нет, абсолютно нет. Наоборот, и я, и супруга с большим удовольствием это сделали. И с большой ответственностью, надо сказать. У нас очень дружная семья. Вот. Чему я, конечно, очень рад. А как ваши дети отнеслись к венчанию? Нормально. Нормально. Никаких проблем не было. Наоборот, мы этот вечер провели все вместе. Вот. И поднимали тост, как за молодоженов. В Осетии принято безоговорочно уважать старших. А как это воспитывалось в вашей семье? Ну, это с поколением наших отцов и дедов. Поэтому я видел, как мои родители относились к бабушке и к дедушке. С почтением, уважением. Мы видели, потому что, вот если когда заходила бабушка или дедушка в комнату, то все вставали. Значит, и дети, и все остальные вставали, и тем самым высказывали свое почтение и уважение к старшим. Это очень важно. Вот. И эти традиции сохранились и по сей день. Валерий Георгиевич, вы награждены международной премией Андрея Первозванного за веру и верность. Расскажите, пожалуйста, за что вы ее получили? Ну, во-первых, я могу вам сказать, что, вы знаете, очень символично как-то это. Если вот взять Андрея Первозванного и Симон Канонит, такой апостолы были, которые принесли учение Христа на землю Осетии. В свое время они на землю Осетии принесли учение Христа. Вот. И то, что мне вручили международную премию, значит, орден Андрея Первозванного, наверное, это тоже символично как-то связано через какие-то меры, я так думаю. А вообще, за что получил, за победу ЦСКА в 2005 году, когда ЦСКА выиграл Кубок УИФА, значит, впервые в истории вообще советского и российского футбола, значит, это самое высшее достижение было, вот за это мне вручили, наградили орденом Международной премии Андрея Первозванного, чему я очень благодарен. За веру и верность в своей стране. Я думаю, что вера у человека всегда должна быть, а верность просто по определению мы должны быть верными людьми, близким, друзьям и вообще нашей профессиональной деятельности. Валерий Георгиевич, я знаю, что вы очень любите путешествовать. А в Иерусалиме вы были? А если да, то какие-то святыни посещали? Безусловно, я могу вам сказать, что первый раз, когда я попал в Израиль, это было давно, то от Назарета до Иерусалима проехал весь путь. Значит, и, безусловно, был очень интересный гид, который рассказывал всю историю почти, как будто ты читаешь Библию. Поэтому, а вообще, в целом, значит, и уже в Иерусалиме, в храме Господа. Поэтому вообще в Иерусалиме я был, в Израиле я был 15 раз. И все время, когда приезжал, обязательно ходил в храм Господний, вот, и водил команду, и обязательно там ставили свечки, значит, на гробе Господнем просили. Просили. В общем, как все нормальные православные люди. А команду вы приводили, они приходили сами, или это было обязательно? Нет, наоборот, все с большим интересом. Ну, конечно, у нас там в команде были и люди другой веры, вот, но, тем не менее, все, значит, православные и христиане, они все посещали этот храм. Как замечательно. Я знаю, что в команду вы приглашаете священника. А для чего? Да, практиковал так регулярно в начале сезона. Обязательно приглашали батюшку, приглашали батюшку, вот, для того, чтобы он благословил наш путь. А спортсмены как? Спортсмены к этому относились очень внимательно, и мне кажется, что это всегда помогало. Это даже ответственность. В нашей программе есть такой вопрос. Если бы вам прямо сейчас сказали, что Бог может ответить на любую вашу просьбу, что бы вы у него попросили? Я бы попросил, наверное, сегодня это самое актуальное, здоровья, благополучия и мира на земле. Спасибо вам большое за такое замечательное интервью. У меня есть для вас подарок. Спасибо. Вот, это шкатулка. Угу. Я сама сделала из глины, из бисера, а там внутри что? Можно посмотреть? Да, конечно. Угу, красота какая. Ой-ой-ой. У меня тоже подарок. Я знаю, что вы слоников любите. Ой. Вот здесь вот, на цепочке слоник. Егина, желаю тебе духа такого мощного, который у тебя есть. Такой настоящей спортивной закалки, здоровья, красоты. Умница. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok